И, нажимаем на кнопку, так, подожди, а, ну, вроде, уу, чего? Стоять! Ну что ж, смертный, перед тем, как ты посмотришь видео, хочу порекомендовать тебе канал Панды. Да, если что, это мой друг Демон, он тоже снимает старого СРП и многое другое, так что обязательно подпишись, ссылка будет в описании, и передавай привет от Билла! Вот у нас весь, дорогие друзья, рад приветствовать вас снова в Медосе по Гаррис Моду. Сегодня я вместе с тобой окунусь в волшебный мир Gravity Falls. Если ты также обожаешь этот мультик и ждёшь третьего сезона, обязательно поставь свой царский лайк и подпишись на канал. Подписался, поставил лайк, спасибо тебе, бро, большое, и я желаю тебе приятного просмотра. Друзья, да, как вы сегодня поняли, я хочу окунуться в ностальгию, перевестись на 5 лет назад, вроде столько прошло с момента последней серии, ну или 4, где-то так, и вспомнить своё детство, потому что, когда я смотрел этот мультик, я был совсем пацанёнком, скажем так, и для меня это, блин, для меня это, говорю вам, самая настоящая ностальгия. И тем более, я недавно пересмотрел мультик, даже два раза. Если ты, кстати, тоже пересмотрел Gravity Falls, можешь оставить свой голос в правом верхнем углу, посмотрим, сколько нас таких. Ну, ладно, ладно, всё, давай ближе к делу, сразу скажу, что эта хижина напичкана очень многими тайнами, и мы с тобой сегодня не только посмотрим хижину чудес в Gravity Falls, вернее, в Гаррис Моди, Ну и раскроем все её секреты. Так, у нас тут, в общем-то, вход, куда, откуда входили вообще, куда, вернее, входили наши туристы. Тут у нас пишется gift shop, то есть shop товаров, наверное, каких-то или что-то такое. Тут у нас Робби, его рок-группа, кто помнит, это вроде переводится как тебе конец. Тут у нас Стэнфорд Пайнс, да, не Стэнли, который якобы притворялся своим братом-близнецом, а сам Стэнфорд, достаточно странно, почему оно здесь висит. Тут у нас такая книжечка Read и LS, LS это, наверное, автор нашей карты. Ну, тут у нас Welcome to RP Mystery Shack, то есть, собственно говоря, наша с вами карта. Тут у нас тот самый аппарат, тикетс, вроде сюда надо было сувать денежку, и потом выскакивала такая открытичка, где вроде говорилось спасибо от сцены или что-то такое, но да ладно. Тут у нас предупреждение некое, то, что эта карта имеет спойлеры по мультсериалу Disney XD, что-то Gravity Falls, в общем, короче, вы меня поняли. Похоже, эта карта разрабатывалась еще давным-давно, когда шел Gravity Falls, и тут нам даже говорят, пожалуйста, остановись и не играй, тут есть, похоже, спойлеры. Можете написать комменты, как это точно переводится, потому что я нифига не знаю английский, и мы уже вошли с вами в Хижину Чудес, и у нас с вами здесь, черт подери, та самая комната, и да, ребят, есть теории многие то, что именно вот этот вот треугольник, вот этот вот глаз, ну, мы все знаем, что это Билл Шифер, и есть теория то, что именно где указаны вот эти вот такие похожие формы, это через эти штуки следит Билл Шифер за всеми. Надеюсь, ты меня понял, вроде я понятно объяснил, смотри, тут у нас всякие, тут комиксы расположены в футболке, да, к сожалению, нет моделек прям как Gravity Falls, но все же. И тот самый аппарат, и до него мы с вами еще доберемся, давайте пока посмотрим дальше, там у нас чердак находится, тут у нас ковер, и тут, конечно же, какие-то находятся коробки, или это, наверное, наверное, давайте поднимем, что это? Нет, это не шляпа, я сначала, ой, ой-ой-ой, извиняюсь, я сначала подумал, что это шляпы, но, оказывается, нет, это не шляпки, тут у нас могила что-то делать, ну это сувениры в общем. Давайте закрываем дверьку, тут у нас находится касса, интересно, где у нас находится Венди, ладно, Венди, видимо, где-то отдыхает. Ты, кстати, можешь написать, где находится Венди, свои догадки, но мы поднимаемся, ооо, смотри, это, похоже, вверх, так, давай новый клип включим, да, это тот самый, скажем так, забиралка на крышу, тут у нас вот этот самый, не знаю, как правильно назвать, флюгер вроде, вот, блин, это классно, тут у нас даже буква С отвалилась, офигеть. Так, ну, да, да, вот это я и искал. Тут у нас любила отдыхать Венди, а еще в серии, где были клоны Диппера, тут он еще с Тайером нам присел отдохнуть, и Тайер, к сожалению, погиб, блин, ну это, конечно, капец, да, тут у нас можно присесть, отдохнуть, попить кофейку, что, а, ну, ясно, какую тут кофейку можно попить, давай мы зайдем сюда, и, да, тут у нас находится наш зал, где любил тут посидеть дядя Стэн, Диппер, Мэббл посидеть разные, посмотреть передачки, блин, ну это прям ностальгия, господи, извиняюсь за эмоции, но, блин, вы не понимаете, я такой фанат этого мультика, что прям капец. И, кстати, да, ребят, интересная достаточно информация, вот эта вот буковка Х, это отсылка к создателю данного мультсериала Gravity Falls, Аликсу Хиршу, ну, вдруг кто не знал, наверняка многие знают, но, по-любому же кто-то не смотрел мультик, и по-любому же кто-то не такой фанат, как, например, мы с тобой. Тут у нас столик, где любил поиграть пухлям, Мэйбл и Диппер там во всякие шахматы, во всякие картишки, там, пожуничать, вы поняли меня, а тут у нас с вами кухня, блин, знаете, мне вспомнилась серия, когда тут сидел дядя Стэн, а когда еще Диппер с Мэйбл боролись за комнату, и Мэйбл ему сделала яичницу в форме него, не знаю, почему именно серия эта, но почему-то именно она, ладно, давайте пойдем дальше. Так, тут у нас какой-то выход, да, тут у нас также любил посидеть дядя Стэн, попить лимонадик вместе с Зусом, пока там Диппер работает, колит дрова, да, блин, это классно, согласитесь, очень много, кстати, выходов и входов в хижину, тут какие-то рандомные находятся картины, стульчик зачем-то, давайте посмотрим комнату, ооо, а вот это уже интересно, давайте в первую очередь зайдем сюда, глянем, что тут у нас, на самом деле, хе-хе, туалет, ладно, тут у нас с вами толкан с зеркалом, кстати, а зеркало тут ничего не делает, нет, оно ничего не делает, но эта комната нам с вами еще, ребята, пригодится, не будем ее забывать, да, тот самый календарик, 4 июля 82-го года, 82-го года, можете написать в комменты, когда происходило действие мультфильма, но чтоб 82-го года, честно говоря, впервые вижу, может это старый просто календарь, но да ладно. Так, давайте спустимся вниз, тут у нас вошер лево Славадора, какие-то у нас тут с вами коробки, видно нас под чего-то, опа-на, опа-на, ну-ка, ну-ка, подождите, ну, у нас с вами здесь Билл Шифер, черт подери, офигеть, сам круг Билла Шифера. Этот идиот моей власти, если ты не поставишь лайк и не подпишешься на канал, он умрет, так что, можешь действовать, а можешь и не действовать, действуй. И, кстати говоря, у нас здесь внизу ещё находится ванна, где у нас, похоже, мылись наши герои, чистили зубки и так далее. Ладно, давайте пойдём, пожалуй, наверх-обратно, быстрее от этого круга, чёртова, не дай бог, что-то тут сейчас призовётся. И, конечно же, офис нашего дяди Стэна. Тут у нас, блин, открыть, к сожалению, нельзя. Да, открыть, блин, нельзя, но там у нас находятся документы на хижину чудес. Смотрите, тут у нас всякие тут картиночки, какие-то чертежи находятся, тут у нас какие-то треугольники. Неужели это Билл Шифр? Ладно, шутка, естественно. В общем, какие-то чертежи можете поставить на паузу, посмотреть. Интересно, а это родители Мэйбл и Диппера, ну, а-ля Мэйсона. Да, кто не знает, Диппер зовут Мэйсона, это правда, можете загуглить и узнать. Тут у нас различные книжки находятся, тут у нас также какие-то фотки, чертежи, смотрите. Там у нас тоже, ну, тут у нас, конечно же, сидел дядя Стэн, считал деньги или что это у него. О, дядя Стэн, что ж ты от нас тут скрывал? Ладно, уйдем отсюда. И, кстати, это, видно, тот самый принтер, который был в той самой серии, которую я уже упоминал ранее, где Диппер решил себя клонировать, но да ладно, пошлите дальше. Тут у нас находится какой-то зал, опять же, с выходом на улицу, но, блин, что-то я даже об этом, кстати говоря, и не знал. А там мы били, и был это чё-то в круг Билла, охренеть, больше я его не хочу видеть. Так, тут у нас находятся наши экспонаты, нифига себе. О-хо-хо-хо, конь едет на коне, блин, это, конечно, это, это классика, друзья, это классика. Ну, в общем-то, тут у нас находятся все наши экспонаты. Вот этот Билл, опять же, та теория, то, что Билл видит через всё вот это вот. Ладно, давайте пойдём дальше. Так, тут у нас, ну, тут мы уже с вами были, и сейчас будет одна из очень интересных мест, одна из интересных локаций. Убедись, что ты уже, бро, поставил лайк, подписался на канал, а мы с тобой идём смотреть ту самую локацию. Я думаю, ты уже понял, что это за локация. Фух, бро, что ж, захожу в дверь, сейчас открываю двери, и мы с тобой видим комнату Диппера и Мэйбл. Тут у нас с тобой тот самый шкаф, где Мэйбл думала, что находится маг-невидимка, блин, это было интересно. А вот я, Диппер, да, кто не знает, я тот самый Диппер, блин, посмотрите на его улыбку, она прекрасна. И тут, кстати, была вот такая вот огромная шашка, или как это правильно называется, когда, помните, Диппер ещё её увеличил, блин. То самое треугольное окно. И, конечно же, дневник номер три, который был у нашего с вами главного героя. У нашего Диппера, видно, гравитация у нас с вами потерялась, да, теряется гравитация, это фища. Блин, посмотрите, ну это, это просто класс, вы на это посмотрите, офигеть, офигеть. Просто дневник номер три. Тут у нас с вами кроватка Мэйбл, там кроватка Диппера. Кто знает всю даже расстановку, блин, я даже знаю всю расстановку. Тут у нас с вами Градж Фосс, штат Орегон, национальный парк и, конечно же, Билл Шифер. Тут у нас та самая ракета, ну не ракета, как это правильно называется, которая упала и сделала разъединение. В общем, я думаю, вы поняли, о чём я. Come spend your money. Я, короче, можете перевести в комментариях, тоже почитаем. Тут у нас с вами общество слепого глаза, ну вроде они ещё зачёркнутые были, если не ошибаюсь. Блин, ну это классно. Кстати, нам надо будет с вами сюда прилететь. Блин, обожаю, обожаю. Что ж, бро, мы с тобой уже посмотрели полностью эту замечательную хижину чудес. И, как ты понял, сейчас мы будем разгадывать все её тайны. А тайн, поверь мне, здесь их очень много. Так что убедись ещё раз, что ты поставил лайк, подписался на канал и, конечно же, прожал колокольчик. Но мы с тобой переходим ко всем тайнам этой хижины. Что ж, бро, как ты понял, эта карта не настолько маленькая и в ней имеется ещё очень куча загадок. А именно тот автомат, который открывал дядя Стэн. И, как его открыть, спросишь ты, я сейчас тебе всё покажу. Помнишь ту комнату, в которой я говорил, что она нам ещё понадобится? Да, та самая комната. Мы отведвигаем вот эти вот ячички, которые, между прочим, отодвинуть очень-очень сложные. И, как ты понимаешь, да, это, это чёртова кнопочка. Мы нажимаем на неё. И у нас, так интересно, да, тут ничего нет, простой шкаф. Мы идём обратно в наш зал. И сейчас ты кое-что увидишь. Зацвети... Ой, тадам! Блин, мне даже слов, и это господи. И мы идём уже вниз, где был наш дядя Форд. Всё, спускаемся вниз. Так, давайте, поехали. Ну, почему ты не езжаешь? Всё, отлично, мы едем, мы едем. Так, и первое, что я хотел бы тебе показать, это та самая комната. Но прежде, чем мы сюда зайдём, спустись вниз в комментарии и напиши, что там находится. А там находятся, поверь мне, очень страшные вещи. Да, как ты понял, это та самая комната, где дядя Стэн, ну, я имею в виду Стэнфорд, изучал все аномалии. Тут у нас есть Билл Шифр, офигеть, мне на самом деле сейчас очень жутко. Опять же, у нас здесь кейс, охренеть, вы не представляете, как мне здесь очень сейчас жутко. Здесь повсюду находится Билл Шифр, это, это просто пипец. У нас тут очень много с того кнопок, давай мы на все понажимаем. Но, так, ну, видно, у нас здесь с тобой ничего не нажимается. И знаешь, я даже отсюда к чёрту уйду, потому что мне здесь очень-очень не по себе. Блин, жуткая комната. Ладно, давайте спускаться вниз, давай вниз меня спускай. Так, ну, мы поехали наверх, это не по плану. Ну ладно, сейчас мы с тобой отправимся вниз, в ту самую комнату, где, чёрт подери, находится наш портал. И да, мы с тобой уже находимся в том самом месте, где дрались Стэнфорд и Стэнли, и который, и который один из них отправился в тот самый, чёрт подери, портал. И сейчас мы с тобой его запустим. У нас тут с тобой дневники номер один, номер два, так, извиняюсь, номер два. И нам осталось принести лишь третий. Давай сейчас за ним быстренько сгоняю, и мы запустим этот чёртов портал. В общем, бро, я принёс третий дневник, давай следуйте инструкции, и сейчас мы с тобой запустим этот чёртов портал. На самом деле, мне очень страшно, не знаю, что будет, засадёт меня или нет, но вообще я, по идее, в зачитанные штуки, так что, ладно, давай мерьте слов и ближе к действию. Нам с тобой нужно нажать вот эти вот рычажки, давайте мы с тобой так, ну, вроде я нажал. Далее сделать что-то вот тут, и вроде как, подожди, а чё у нас не работает, ну-ка, ну-ка, а если... И нажимаем на кнопку, проверь кнопку лайка, подписки, и мы нажимаем. Так, подожди, а, ну, вроде... Чего? Чего? Подожди, подожди, блин, охренеть, охренеть. Интересно, а что будет, если войти меня затянет? Нет? Блин, походу, я его либо сломал, либо фиг пойми что вообще. Где? Охренеть, подожди, подожди, как выключить? Интересно, интересно... А, меня... Чёрт, чёрт подери, подожди, где я? Кто это, подожди, что это написано? Что это? Чёрт подери, что это такое? Блин, нет, я валю отсюда, охренеть! Надо эту хрень срочно отключать, вырубаться, вырубаться срочно, блин! Надо, надо что-нибудь сделать, надо, надо... Охренеть! Ух, а сейчас реально было жёстко. Я чуть там не умер, мать вашу, ребят, это не шутки, реально. Так, интересно, это чтобы отрубить её насовсем? А, это чтобы закрыть эту хрень, отлично, всё. И лучше я её больше не буду открывать. Так, давайте гравити стабилизейт. Всё, мы сделали гравит... гравитализационную стабилизацию, как я понял, да. И, ребят, не запускайте эту штуку никогда. Просто поверь, доверьте мне на слово. Что ж, бро, а с тобой был, как всегда, Отто. Если ты хочешь больше подобных видео, ставь лайк, подпишись на канал. Ну, а мы с тобой увидимся в следующих видосиках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok